35-летнему рамлянину грозит пожизненный срок. Мужчина покусился на жизнь собутыльника и поджег его дом. В следкоме полагают, что конфликт вспыхнул во время совместной пьянки. Обвиняемый обиделся на хозяина за то, что тот не вернул ему сдачу от покупки алкоголя. За это мужчина сначала ударился бутыльника чайником, а потом ножом. А после, видимо, чтобы замести следы, поджег. Но вовремя подоспевший брат потерпевшего спас жизнь родственнику. Владимирские автолюбители присоединились к предновогоднему всероссийскому флешбобу. В минувшие выходные на одной из парковок города активисты выложили елку машинами. В акции приняли участие более 50 автомобилистов, причем не только из Владимира, но и из области. Чтобы правильно выстроить елку, участники акции проводили репетиции. Весь процесс построения новогодней красавицы снимали с помощью квадрокоптера. Ледяная сказка Шанина. Ледовые работы известного Владимирского скульптора украсили Московскую площадь культурной столицы. По традиции в конце декабря в Петербурге проходит фестиваль ледовых скульптур. Илья Шанин внес свой вклад в создание ледяной сказки. Специально для фестиваля Владимирский мастер извоял скульптуры благородного оленя в пряжке, новогоднюю елку и ледяную темницу. Продолжает битву за главный приз. Солист Владимирской группы рекордоркестр Тимофей Копылов вышел в финал популярного шоу «Голос». В этот раз Тимофей спел песню «Звон» Андрея Сапунова, вновь поразив своим исполнением в членов жюри. А вот зрители пожелали видеть в финале другого участника Брэндона Стоуна. Решающий вклад в выход Копылова в финал внес его наставник Леонид Агутин, отдавший 60% своей поддержки.